Это больше никогда не повторится моей жизни. До сих пор, если честно, отрибаю. И организм не понимает иной раз, что со мной происходит. Я тут был недавно спектакль. Сначала Дориан, а потом сразу жалована. Прихожу домой, а у меня после Дори начались вот эти штуки от нервов на руках. Как они называются эти покраснения? Капельница. А? Ну, не знаю. Как-то есть как-то по-другому. Там есть как-то умное какое-то название. Ну, скажите, это всенародное, наше сказание. А есть какое-то прямо там тяжёлое название. Вот эти вот штуки. И прихожу после жалована и Дориана, а организм не понимает, что я играю. Он же, ну, в полную ногу работает. Вот так всё высоко, просто. Я понимаю, что да. Следующую роль, вот сейчас доделаю этот проект, всё-таки доделаю. Следующую – сделаю какую-нибудь комическую старушку. Смешное, что-нибудь вот чтобы смешно, было весело, легко, хорошо, что-нибудь там… Ах! Такое. Что-то вот совсем вот другое. Потому что… Я думаю, если мне тут театр сделает в очередной раз подарок и поставит, например, Дориана, потом Жаворонка, и на следующий день вот тот проект, который я сейчас сделаю, то ровно на четвёртые сутки меня можно будет уже выносить. Я буду весь в этих красных пиадах. Ну и там… Вернусь к вам через месяц, после прохождения берёжных процедур. Привет. Это как обычно на уровне вот эти. Так. Естественно, с такой надеждой всегда все классно смотрят. Сейчас уже это время оттянуто будет. Сейчас я читаю пять минут, потом пять минут поговорят на эту тему, потом пока сядет, тишина. Заберём внимание, а вот урок закончился. Дима, а с кого ты пишешь самого героя? У тебя какой-нибудь прокатит есть? Ну, с кого ты пишешь героя? Ну, с себя или с кого ты пишешь? Ну, обычно… Это реально живший человек, с него, собственно, там ничего писать не надо, а нужно просто сконструировать вокруг его жизни, наверное, другие, что мы сейчас пытаемся сделать. То есть, у нас есть, скажем так, ряд литературы, оставленные после её смерти, и мы пытаемся сконструировать. Я говорю, я почему не говорю многое? Не потому что, действительно, я сейчас нахожу в таком распутче. Вообще, да, то есть, ну, доведу, наверное, доведу, как доведу, может быть, всё поменяется, может быть, ещё чего-то. Потому что уже 23 года, это уже мне 19, когда сказали сделать пупырей, я сделаю. Уже хочется, чтобы это было не просто во имя галочки, а во имя, действительно, чего-то там, чего-то такого. Дима, а ты сравниваешь, где ты пишешь песни или ты недавно оборудился? Как ты делаешь в себе компонентовский талон? Ой, изначально, я уже говорил, и такой прям скровенный разговор получается. Мне хотелось писать песни, и писал я их, и написал первую свою песню, когда очень сильно влюбился. Меня вообще как-то по жизни ведёт вот это чувство люблённости. То есть, если я появляюсь, у меня всё, в общем-то, кардинально меняется. И написал первую песню, после этого долго не писал, потом пошёл на фабрику звёзд, и там как-то все писали, но я ни в коем случае себя не причислял к этому. В этой касте, скажем так, творческих людей, писал стихи, все вы знаете, обожжённые страницы, всё такое. Ну и потом он что-то как-то попросил меня только Влад написать текст. А я стихи-то всегда писал. Думаю, ну напишу. Потом мы для вас мысленно засыпаем, потом ещё чего-то. Ну это было скорее как бы, ну раз надо в альбом, надо себя проявить тоже и здесь попробовать. Тем более, есть наставник Костя Милаза, который все там раскрывал секреты, там, ну как бы не секреты, скажем так, да, там. Никто их не знает, никогда не узнает. Наверное, всё-таки от степени таланта уже зависит, как бы на момент создания, естественно, музыкального произведения. Ну какие-то вещи вот он подсказывал. Ну и грех было не воспользоваться, я считаю. И сейчас я в проекте «Плохо» столкнулся с такой сложностью, что, ну я просто пришло осознание от окружающей меня действительности, что на самом деле мало кто пишет хорошие песни, к сожалению. А исполнять-то хочется хорошие, свои, которые тебя задевают. Те, кто пишут, они либо их продают за какие-то невероятные деньги, и в итоге это всё туфта на самом деле. Я не знаю, что это поздномасты, потому что все, больше чем композиторов нынешние, они либо пофигисты, либо у них уже всё хорошо, они больше запариваются как раз о саунде. А вот чтобы мелодия была какая-то и текст хороший, это дело не только вторичное, второстепенное. И мало кто об этом думает. Сейчас самое главное, чтобы бит, скрипочки, и вот этот вот звучок «пьюп-пьюп-пьюп» А на самом-то деле, мне так хотелось что-то своим. И пришла вот эта песня, посмотри на меня, честно, не писал вообще. Ну, понятно, я считаю, что я с тобой, это вот лучшее, что было в моей жизни. Действительно, это я написал эту песню, это вот кусок моей души. Надеюсь, что когда-нибудь я уже уйду, а песня останется. Там эта песня-то, как мне кажется, получилась неплохая, и в ней действительно есть какая-то, как мне кажется, история, которая больше ни в какой песне нет. Это вот в этой песне есть. Вот. Наверное, в себе нельзя так, но я так считаю, я как зритель, так считаю, что другой такой песни нет. Там, правда, исполнение громается, но и дело десятая. Ну, неважно. Можно было лучше. По-другому. Сейчас какие-то ребята присылают свои песни-композиторы, сами выходят на нас. И я просто столкнулся с тем, что, ну, спустя рукава, конечно, все это пишется. И легче, конечно, садиться, ни на кого не надеяться, вообще ни в каких вещах. Вообще вот. У меня такая идем на жизнь, такая вот судьба творческая, что надо садиться писать самому. И я понял, что есть люди, которым это нравится. То есть я принял решение, что почему бы нет. Ну, вот одну песню принес, понравилась. Вторую принес, понравилась. Третью принес, понравилась. Самое главное, мне кажется, в своих песнях не прогнозировать хи, не хи, а просто делать песню на ту тему, которая тебя беспокоит и которая у тебя была нужна. Как мне кажется. Потому что все-таки, если человек восприимчив к музыке, у него душа втыкается, наверное, значит, что-то там внутри правильно устроено. Поэтому и нужно писать те песни, которые у тебя там что-то дергают, какие-то струнки. Вот я и начал писать. То есть я стал композитором, увы и ад, наверное, без исходности. Потому что, во-первых, действительно удивительная происходит субнимация. Я выговариваюсь за счет этого. То есть мне это уже, как наркотик, нужно писать песни. Но, с другой стороны, начал писать уже, опять же, откровенно, от того, что вокруг меня нет того композитора и нет того создателя, который бы ставил перед песней такие задачи, которые ставлю я. Сейчас все-таки все направлено на то, чтобы играть повеселее, помоднее. Главное, чтобы было по-западному. А, собственно, о чем-то песне, кто не знает. Сейчас уже дошло до вреда, когда композиторы, авторы стихов, высылали сначала синопсис. О чем песня. Потом текст песни. И далее музыку. Я считаю, что это просто уже вверх какого-то, не знаю, сумасшествия, или вреда какого-то, честного слова. Потому что, все-таки, мне кажется, если песни есть, ты высылаешь текст и музыку. Это достаточно. Но писать синопсис с собственной песней, оказывается, вот этот оборот, он значит вот это. Получается, ты писал оборот. Ну, как-то, да, правильно. Я, может, конечно, не прав. И вот у меня в песне, посмотри на меня. Вереницы судьбы буду помнить всегда. Это сложный оборот. И тяжело его было как-то. Но хотя мне понятно, что Вереницы судьбы буду помнить всегда. Каждый день без тебя, каждый день без тебя. Все понятно. И там даже этот сложный оборот, ну, как бы, его не нужно опять описать синопсис. Ну, поэтому я стал писать песни. Хотя есть у меня сложные фразы какие-то, по-моему. Там же песни совсем сложные. Танцовка книжечка, что смейтесь. У меня уже боевая моя. Иногда так смешно присматривает, особенно, когда ты плавно пытаешься составить на месяц вперед. Потом ты его перечитываешь и долго смеешься. Какую будет фразу тебе мягко привести? Ну ладно, чтоб вспомнить. Вот блог в мейл. Не могу выстрелить уже в неделю. Ухожу, думаю, надо или не надо. Тоже такие рассуждения о времени, о том, как это относиться. Интересно. Мне надо или не надо. Надо или не надо. Мне просто так вынес честно один из комментариев к последнему блогу. Браво, если честно. Нет, я все. Это правда. Я не дурак. Я все понимаю. Я знаю, что нельзя читать комментарии. Но я же как бы жду там, что вопросы зададут. Я поэтому вынужден перечитывать. И хочется к себе как бы критично относиться. Всегда. Но иной раз сталкиваешься с такой же глупостью невероятной. Когда пишешь там, я вот последний блог. Я пишу непосредственно той девушке. Ни в коем случае. Проблематики в целом. Ну, там, естественно, кто найдет для себя, будет прекрасно. Ты найдет, говорит, не надо. И все равно парень. Ты так, она. Что за рассуждения. Я прошел. Я же написал в начале. Ты такие как ты специалисты. Волокте, не хватает. Только для девушки. Причем она сказала, что ей помогло. Че видишь? То есть, насколько вот, видимо, людям нужно обратить на себя внимание. Да я сам был таким же, поэтому я тоже всех. Раньше мне было лет 14, всех комментировал. Была лишь, что вот... Но лично меня вот почему-то заделал. Ну, что думаю, кому нужны мои рассуждения? Ну, каково тебе вообще вот право быть штабным психологом, делить проблемы свои, выберяя? Сложно ли? Это такая ответственность. Я каждый раз, когда напрошу какой-то, какой-то там, я не знаю, вопрос, такой более или менее сложный. Я сразу понимаю, что, по сути-то, ну, надо как-то помочь. А ты не знаешь, что... То есть, люди, они же раньше-то вообще не парились. Сколько лет не знают, с чем столкнулась не знаю, так в целом напиши, почему мальчику меня внимание не обращает. Тоже же нельзя, да? Есть целый ряд там вещей, там, как можно помочь. И помочь действительно хочется, раз есть такая возможность. посредством, там, посредством этого блога. Ну, тяжело, ответственность большая. Ну, я не утверждаю, что я у себя психолог. Как-то доктор Курпатор, если прочтёт эти мои советы, будет долго смеяться и говорить «А-ха-ха-ха-ха». Но я думаю, что в моём случае здесь главное не навреди. Единственное задело меня, конечно, то, что никто не оценил моего слова «некрофилия». А я, видимо, специально прочитал даже то, что ты прочитал, чтобы осуществить. Нет, я просто почему хочу сказать. Просто я всё время забываю о том, что вот я читаю какие-то книги, и я как-то принимаю их за данность. Ну, не все же их читали, это первое. Второе — не все же принимают это прочитанное за данность. То есть все же как-то очень эгоистично становятся, особенно те, кто комментирует. И они знают значение слова «некрофилия». Им неинтересно зависит от интернета, узнать, откуда оно пошло, с чего оно пошло, что оно обозначает на самом деле, что есть целый термин психологии. Ну, для них это вот что-то из фильма «Фантастик». «Фантастик» нашли или что-то себе. Вот, ну и… Чего вопрос был? Нет, просто я говорю, что это самое… Наоборот, это толкает к тому, что рабочие тоже почитают то же самое. Да дай Бог. Это хорошо. Много хороших книг. И себя вытащить из любого состояния, наверное, можно. И найти ответы какие-то можно. Ну, вот там, конечно, в этом комментарии я очень озарился, потому что для меня это вообще считается, что большая проблема современной какой-то жизни. Это непосредственно то, что мы забываем чувствовать жить и ценить реальность, ну, реальных людей. Но это давно проблема обозначена. Она еще в 80-е годы была обозначена, что дальше мы скатимся к еще большему отделению себя как индивида от всего и созданию вокруг себя, естественно, такого мира и мира. На самом деле, это будет большую-большую депрессию, замкнутость, закрытость. И я как-то вот напомню этой девочке, которая писала о том, что она смогла влюбиться. Там, а Пустина, как бы ее блог писал из двух аспектов. Она писала о том, что она влюбилась в интернете. И то, что два года человека не видел, не слышал, не знает. Но при этом любовь несуществует, да? Ну, как бы, первый аспект. Второй аспект, что она девушка и я девушка, давай еще об этом. То есть, тут как бы много всего. И понял, что там эта голова, как говорится, уже совсем. Это распространение, мы сейчас разберем вообще. Любовь по интернету, абсолютно никто никто не видит. И даже почему они не хотят люблять. Ну, это ж легче. Ну, я там написал ей, что это гораздо легче. Это вот то, о чем нас предупрежали в 80-е годы. Что мы начнем влюбляться в персонажей, в кого угодно, только не в реальных людей. Ценность этих взаимоотношений, которые когда-то воспевали в возрождении, скажем, после этого. Реальности, да? Я сталкиваюсь с реальным человеком, с теми проблемами и в этом счастье. Сейчас уже нет. Есть некий идеальный образ, некое отношение. Есть не обязательно рядом человек. Но вот я вот на этот образ идеальных отношений работаю. Ну, так вот. Ну да. Еще и такие. Спасибо. Спасибо.